Люди склонны заводить себе домашних питомцев. Кошки, собаки, крысы, попугаи. Что это? Прихоть? Дань моде? Или нормальное желание о ком-то заботиться? Сегодня мы говорим о домашних питомцах. И у нас в гостях Сергей Феликсович Хрибор, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович. Здравствуйте, Ольга. Нужды заводить домашних питомцев, особенно в городе, сейчас нет. То есть получается, что человек заводит себе такую модную игрушку. Ну, если это модная игрушка, это одно. Если игрушки заводятся ради моды, не знаю, есть от них польза или нет. Может быть, иногда и бывает, если это не только из-за моды. Но игрушки бывают развивающие игрушки, которые способны ребенка чему-то научить. Ребенок, играя с игрушками, готовится к взрослой жизни. Девочка играет с куклами в дочке матери и учится быть мамой. Вот здесь происходит нечто подобное. Человек, заботясь о других животных, решает примерно те же проблемы, какие творец решает в отношении человека и всех других творений. То есть получается, что он лучше начинает понимать творца, готовится к жизни с Господом, к жизни в вечности. Вот это в этом смысле игрушки оказываются очень даже полезны. Но важно только, чтобы это было не только игрушкой, чтобы домашнее животное было еще и другом, компаньоном. Но это большая ответственность. Ведь за животным нужно ухаживать правильно, иначе оно будет просто, я не знаю, мучиться. Ну, совершенно справедливо. Вот это тоже своего рода школа ответственности. Есть животные разные. Какие-то животные нас активно учат ответственности. Может быть, при этом не настолько эффективно у них получается, потому что очень сложно утром, проснувшись от кошачьего мяуканья, не покормить кошку. Кошка напомнит о себе, она хочет есть. Ну, знаете, честно сказать, проснувшись утром от кошачьего мяуканья, трудно удержаться от того, чтобы не запустить в нее чем-нибудь. Ну, смотря, конечно, как мяукает кошка. Вот, как говорится, сытый голодного не разумеет. Господь ко мне может быть милостив, поэтому нам удивительно везло на кошек. Да, мурашка, она могла с утра поднять своим мяуканьем, но она при этом еще и очень благозвучно мурчала. И, в общем-то, запускать в нее не хотелось, хотя не всегда хотелось ее вставать и кормить. Наши другие кошки, которые были позже, которые сейчас есть, вот они терпеливо ждали, когда мы проснемся. Все равно своего, и кошка, и собака своего добиваться умеют. И, в общем, тоже своего рода школа терпения. А вот мы в одной программе затрагивали такую тему о том, что потребление людей и земли увеличивается в последнее время. Заводить животных в таком случае, это становится уже какой-то роскошью. То есть их нужно кормить, за ними нужно ухаживать, в случае болезни лечить, что-то им покупать, как-то обеспечивать им, не знаю, досуг. А одежда для животных стоит больше, чем одежда для детей. То есть вообще разумно ли тратить столько денег на животных? Смотря сколько, смотря на что. Как говорил один старый мудрый еврей, любое приобретение – это зорки. То есть забота. В общем-то, это неизбежно. И приходится, наверное, рассчитывать заранее. Важно прежде, чем в кого-то завести, подумать, во что это войдется. Потянем, сможем ли. Но это тоже шаг, который требует определенной ответственности. Без этого вот никак нельзя. Если человек постоянно уезжает или работает с утра до поздна, то держать дома собаку, которую важно выгуливать вовремя, это проблематично, оказывается. Не, ну человек тоже все не предусмотрит заранее. У меня есть знакомый, который не знал, ну и, наверное, никто не знал, что вылечить домашнюю крыску стоит очень дорого. И мало того, что дорого, еще и нету специалистов, оказывается, которые способны лечить вот таких именно животных. Да, к сожалению, все предвидеть невозможно. Так вот у нас и бывает. Вы знаете, некоторые ведь не заводят животных, потому что считают, что животное, в принципе, оно должно быть свободно. На него нельзя как-то там давить, влиять, воспитывать. А собаку нужно дрессировать. Многие настаивают на том, что во время дрессировки с собакой нужно обращаться очень жестко, наказывать ее. И человек считает, что он просто заведя животное, будет его мучить. С одной стороны, действительно, звучит очень гуманистично. Такие рассуждения звучат очень гуманистично. Но на самом деле важно учитывать, что мы ответственны за тех, кого приручили. И можно собаку отправить на улицу, и будет уличная собака бегать, и будет и не диким животным, и не домашним животным, будет страдать от разных болезней, попадать под машину. Драться с другими собаками. Другими собаками. Да, это жизнь, в общем, дикого животного, но в городе, который будет еще причинять неудобства и жителям города. Если животное живет рядом с человеком, то оно должно и жить по-человечески, в определенном смысле слова. То есть нечто подобное происходит и с нами. Если мы хотим достичь более высокого нравственного уровня, если мы хотим жить богоугодной жизнью, то нам надо быть готовыми к тому, что и Господь нас в определенном смысле, простите за выражение, дрессирует. Тоже заставляет определенным образом поступать, не спускает какое-то ослушание, которое, может быть, человек, который не становится на путь праведности, делает, что хочет, и ему все сходит с рук. Мы иногда это замечаем и переживаем. Об этом нам завидно. Вспомним 72-й Псалом Асафа. Я завидовал безумным в виде благоденствия нечестивых. Но просто те, с кем Господь работает, подвергаются действительно определенным мерам воздействия, не всегда приятным. То есть собака может думать, что человек ее мучает, а человек ее на самом деле делает лучше, сильнее, здоровее. Да. И тоже так же с человеком. Мы жалуемся на то, что с нами жизнь сурова, а на самом деле это просто показывает о том, что Бог нас любит и хочет нас... Да, и хочет нас поднять на более высокий уровень. Вот нечто подобное делает и человек с прирученным животным. Про это, кстати, Клайф Рьюис писал в своей книге «Страдания». Насколько важно, если уж ты завел домашнее животное, ну, как бы сказать, идти до конца? То есть если кошка, например, не ходит на лоток, она гадит, увы, такое бывает, по углам, дерет мебель, кто-то считает вполне возможным ее выбросить или там, не знаю, в приют отдать. Ну, чаще всего, конечно, просто выбрасывают. А кто-то считает, что нет, все, раз уж ты завел, то теперь это твой крест, ты его приручил, ты в ответе. Священное Писание дает некий принцип. А вот как применить принцип, тут действительно многое зависит от нашего решения. Принцип такой. «Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко». Это книга притчи, 12 глава, 10 текст. Тут печется о жизни скота, но под скотом подразумеваются самые разные животные в Библии. А я думала, что это вот чисто о домашнем скоте, от которого твое благополучие зависит. Там мясо, шкуры и так далее. Ну, куда оно от благополучия? Подобно тому, как благополучие патриарха Авраама зависело от овец. Иаков приобрел себе богатство, измеряемое в овцах. У Иова были овцы, верблюды, как и цы. Это были основные домашние животные, и они давали благополучие. Но благополучие бывает не только материальное. Благополучие бывает и духовное. И горожанину, который оторван от природы, домашние питомцы, кошки, собаки, вот такие вот замечательные попугаи. Да, гость нашей студии. Гость нашей студии. Нимфовый попугайчик или карела Маруся, так ее зовут, они все горожанинам, все эти животные горожанам приносят благополучие, или, по крайней мере, делают вклад в общее благополучие тем, что помогают преодолеть вот этот разрыв между человеком и природой. Оказываются еще каким-то существом, непохожим, отличным другим, и при этом об этом другом хозяин должен заботиться. И с этим другим хозяин должен считаться. И это тоже некий вклад в психологическое благополучие, в духовное благополучие. Ну, может быть, они где-то приносят благополучие, но они же вот болеют, и иногда эти болезни передаются человеку. Или там паразиты у них бывают. Тут уже подумаешь, какое благополучие, если ты заразился. Да, есть такое воззрение, что домашних животных быть вообще не должно. Сокращается срок жизни. Да, сокращается срок жизни. Но на самом деле опыт показывает зачастую обратное. Выводы о неминуемом заражении паразитами не научны. Поэтому здесь, в общем-то, да, здесь скорее больше заинтересованы распространители глистогонных средств. Хотя глистогонные средства, если у вас есть собаки и кошки, полезны периодически им давать, и самим принимать. Ну, то есть, если соблюдать какие-то правила, то в принципе... Да, просто соблюдать некие правила, которые накладывают наши вот реальные жизни. Существует такая точка зрения, что лучше потратить свое время с пользой, например, с пользой для общества, для близких. Верующие считают, что они могут потратить свое время на служение Богу. Зачем тратить свои ресурсы, в том числе вот время, которого всегда не хватает, на животных? Очень хороший вопрос на самом деле. Как нам использовать время? Куда нам употребить ресурсы? Но что такое служение Богу? Богу нужно наше служение? Бог нуждается в чем-то. Мы можем Бога одеть? Можем ли мы Бога накормить? Можем ли мы Богу дать приют? Помните, как Иисус сказал? Кто сделал это одному из братьев, моих меньших, тот сделал мне. Да. И вот кто эти братья меньшие? Прежде всего, конечно, он имел в виду людей. Но другие живые существа, которых человек приручил, которых человек сделал зависимыми от себя, тоже попадает в это число. И тоже оказывается такими братьями меньшими. Приоритетность другая. Конечно, люди – это прежде всего. Но одно не исключает другое. Кто-то должен позаботиться о животных. Ну, это, знаете, тоже так очень хитро получается. То есть я сначала себе беру какое-то животное, а потом говорю, это мой меньший брат, я должен о нем заботиться. Так не надо было, может быть, брать, и не надо было бы заботиться. Ну, это если в ущерб семье, то члены семьи имеют право сказать, я больший брат. И здесь очень важно, что на самом деле для Господа нет мелочей, больших и меньших. И вот если мы вспомним, чем заканчивается книга пророка Ионы, когда жители города Неневии покаялись от проповеди пророка Ионы, Иона возмущен, что Господь не навел обещанного бедствия на город. Но к что Бог ему отвечает? Перед этим, кстати, Иона переживает интересный опыт. Солнце палит, вырастает растение, Иона радуется растению, потому что он дает тень, растение засыхает, Иона переживает о растении. Он любит растение. Нет, на самом деле, он больше любит тень от растения. Потому что, если бы просто это был бы какой-нибудь навес деревянный, неживой, он бы радовался не меньше. Но Иона скорбит о растении. И вот, что ему Господь отвечает. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь растение, над которым ты не трудился, и которого не растил, и которая в одну ночь выросла, и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть, Ниневи, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Очень важно, что здесь добавляется множество скота. Господь жалеет не только людей, которых более 120 тысяч, но жалеет еще и скот этих людей. То есть, получается, что многие животные, вообще, не только животные, вообще мир природы тесно связан с человеком. Мы уже говорили, что человек – это определенная геологическая сила, от которой зависит существование всего живого на планете. Но к домашним животным это относится в наибольшей мере. То, что неотделимо от человека, то, что уже тесно связано в одной лодке с человеком, оказалось. И получается так, что Господь жалеет животных. Ранее людям грозила гибель, и животные бы погибли вместе с ними. И Господь жалеет и тех других. И получается, что животные – сонаследники Божьих благословений. А вот вы сейчас сказали, что люди и животные бывают настолько неразрывно связаны, что становятся очень близки друг к другу. Ну, практически каждый хозяин собаки считает ее членом семьи. А потом это животное умирает. А человек верующий начинает задаваться вопросом. Вот если я надеюсь попасть в Царство Небесное, и моя надежда сбудется, а увижу ли я там свое домашнее животное? Однозначного ответа, конечно, нет. Но в Писании есть интересный намек. Потому что то, что животные страдают, и то, что животные не виноваты, люди замечали давно. Вот как раз это и отражено, например, в книге пророка Ионы. А вот апостол Павел это просто подчеркивает в восьмой главе послания к римлянам. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божих». Имеется в виду верующие люди, которые поверили в Господа. Сейчас они обычные люди, но придет время, когда эти люди будут выделены, будут показаны, что вот они принадлежат Господу. Мертвые воскреснут, живые преобразятся. А тварь это кто? А тварь. А тварь это остальной тварный мир. Ага. То есть животные в первую очередь. Да. И вот потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее. То есть человек покорил животных. Они, собственно говоря, и были даны человеку. Но человек согрешил. И человек покорился суете. И вместе с человеком в суете, пустому, нерациональности покорился и животный мир. И вообще все живое на планете. Но домашние животные в первую очередь. У них не было выбора, да. И вот тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Человек в этом мире, на самом деле, я часто слышу такой вопрос, а нужна ли вечная жизнь, если есть болезни, страдания? Он не хочет так жить. С болезнями, страданиями он мучается, ожидая, когда наконец вот это вот усыновление будет усыновлением явным, понятным, когда человек будет без страдания. Конечно, это возможно только, когда этот мир преобразится. Ожидает этого преображения не только человек, но и творение. Благословение, которое распространяется на человека, распространяется и на животных. Подобно тому, как и человек, согрешив, подвергся проклятию. И земля оказалась проклята за человека. Вот точно так же и только в обратном порядке. Но это же может говорить просто о том, что животные как в раю были, так и снова будут в Царстве Небесном. Не говорится же о том, что человек узнает свою собаку, а собака узнает своего хозяина. А вот этого мы не знаем. Может быть, и не узнает. Поэтому вот посмотрим, как. Поживем и видим. Так что мы не знаем, будут ли вечности именно наши животные, именно наши конкретные кошка-мурка, собачка-найда. Мы не можем про это сказать. Но мы можем здесь, живя на земле, учиться законам Царства Божьего с помощью домашних питомцев. И зачастую они нам преподносят иногда неожиданные интересные уроки. Однажды я собирался на дачу, с утра помолившись, чтобы Господь меня и через Писание наставил, и через какие-то опыты, не знал, не зная совершенно какие и что, собирался на дачу. Как-то вот мне очень хотелось, дождик накрапывал. Но думаю, ладно, поеду. Взял свою кошку-мурашку. Приехали мы на дачу. Пока доехали, дождик вроде бы прекратился. Я выпустил кошку, запер бытовку, у нас была только бытовка, такая на бетонных блоках, и пошел в лес погулять. Но дождь, оказывается, прекратился ненадолго. Я ушел на несколько километров, а он палил со страшной силой, такой вот настоящий лирень. Через несколько минут на мне уже не было сухой нитки, я повернул назад, подскальзываясь в лужах, сейчас за вами от холода, я пришел, наконец вернулся на свой участок, а пока шел, вот думал, вот я приду, переоденность, я попью горячего чая, я возьму в охапку свою кошку-мурашку, она будет на мне сидеть, будет мурчать и меня греть, я буду ее теплую шерсть, мягкую, сухую, дальше греться. Идиллия. Такая вот идиллия. И когда я пришел, почти все исполнилось. Сухая одежда была, я переоделся, я попил горячего чая, я согрелся, но не хватало одного, не было мурашки. Куда-то она исчезла, спряталась. Я думал, сидит под бытовкой, я приду, она вылезет и придет, а ее нет. И тут вечереет, темнеет уже, я начинаю беспокоиться, я выхожу, зову, ее нет. А она пропала куда-то. Но я оставил дверь открытой, прилег почитать, и так вот сам не заметил, как заснул. И вдруг среди ночи я проснулся от того, что кушетка сотряслась. Кошка была такая вещественная. Открываю глаза и смотрю, на меня идет что-то такое, похожее на швабру, только глаза светятся. Такая мокрая, как вот щетка такая, которой пол мыли. Вот. Но я тут же стал ее вытирать, расчесывать расческой, накормил, конечно. И она замурчала. И я ее мокрой сушу, расчесываю слипшуюся шерсть, она мурчит. И это гораздо лучше, чем она была бы сухой, и аккуратной, приятной. Потому что я понял, что, как написано в Писании, как сказал апостол Павел, блажение давать, нежели принимать. Вот я это ощутил просто физически, благодаря вот этой вот мокрой кошке, которая вернулась именно в таком состоянии, в такое время, чтобы я это понял. Если бы она ждала меня под бытовкой и вышла сухая, я бы не оценил этого. Я бы брал бы от нее. Я бы любил не кошку, а ее тепло. А так Господь меня учил любить кошку, какая она есть. Животные могут послужить даже к спасению человека. Вспомним недавнюю историю Джеймса Бойна и его кота Боба. Это книги «Уличный кот по имени Боб», «Боб необычный кот», и фильм на эту тему снят. Эта история – это недавняя, как вполне реальный молодой человек, был зависим от наркотиков, но стал заботиться о коте, об «Уличном коте», которого просто подобрал, который его выбрал, можно сказать, и победил эту зависимость, и зажил нормальной жизнью. И вот кот стал популярен и стал известен на весь мир. Вот этот вот просто кот был в качестве домашнего питомца. Так что бывают и такие истории. Сергей Феликсович, спасибо вам большое за беседу, за ваш опыт. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Вы можете делиться своими историями, в комментариях писать вопросы. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»